Всем привет, это канал вкуснов, меня зовут Алексей и сегодня я буду готовить очень вкусные маринованные шампиньоны в собственном соку. Первым делом я подготовил грибы, их у меня 800 грамм, я их тщательно промыл и дал им стечь. Сразу хочу сказать, что грибы лучше использовать небольшие или средние, для того, чтобы их не пришлось резать. Все-таки целенькие маринованные грибы смотрятся аппетитней. Теперь подготовлю овощи. 300 грамм лука нарезаю полукольцами, 200 грамм морковки натираю на крупную терку, а чеснок натираю на мелкую терку. 3-4 зубчика чеснока будет достаточно, но можно использовать и больше, если вы любите остренькое. Теперь беру кастрюльку, в которую влезут все ингредиенты. В нее кладу чеснок, 3 лавровых листика, примерно 10 горошин черного перца и 4 горошины душистого. 2 чайные ложки с горкой сахара, 1 чайную ложку с горкой соли, 4 столовые ложки уксуса и полторы ложки растительного масла. Тоже столовые. Выкладываю сюда грибы. Сверху лук. Полуколечки стараюсь разделить без фанатизма, но чтобы они немножко рассыпались. И сверху морковь. Просто слоями ничего не перемешиваю. Накрываю крышкой и ставлю на средний огонь примерно на 8-10 минут. Перемешивать ничего не нужно, заглядывать туда не нужно, просто поставили и выждали это время. Вся суть этого рецепта в том, чтобы грибы получились в собственном соку. Если грибы начинают жарить, обычно они выделяют очень много сока. И при обжарке приходится ждать, чтобы он испарился. Так вот здесь все как раз наоборот. Мы ждем, чтобы грибы выпустили этот сок и хорошо в нем промариновались. Прошло почти 10 минут и я выключаю газ. Вот теперь можно открыть крышку и все перемешать. Запах, я вам скажу, невероятный. Посмотрите, сколько сока выпустили грибы. Вот он внизу весь плавает. Сока может быть и больше, это все зависит от грибов. Даже берешь вроде бы одни и те же шампиньоны, но какие-то пускают больше сока, какие-то меньше. Но это не главное. Главное, что этот сок есть. Теперь я накрываю грибы крышкой и оставляю их остывать до комнатной температуры. Но даже когда грибы остынут, есть их будет еще рано. Я уберу их в холодильник до следующего дня. Да, и кстати, перед тем, как будете убирать их в холодильник, еще раз перемешайте. Шампиньоны простояли в холодильнике целую ночь и вот на утро они уже готовы. Грибы очень хорошо промариновались и уверяю вас, они гораздо вкуснее, чем любые купленные в супермаркете. Такие грибочки можно подавать и в виде самостоятельного блюда к гарниру и использовать их для салата. Например, для грибной поляны. Я думаю, это будет гораздо вкуснее, чем любые покупные грибы. Единственное, на мой вкус я бы добавил немножко больше соли, еще пол чайной ложки. Но учитывайте, что это на 800 грамм грибов. А если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить ничего новенького. Готовьте с любовью и приятного вам аппетита. Пока-пока!